Он классно играет, рассказать, маленький Моцарт, как будто это сын Моцарта Лисамон, только в детстве. Скажи, а ты бы хотела так научиться играть? Да. А что тебе больше всего понравилось из того, что он играл? Наверное, вот турецкий марш. Поклонники еще около получаса не отпускали талантливого молодого пианиста со сцены. Задавали вопросы, фотографировались и благодарили за прекрасный концерт. Около полутора часов Лев Бакиров, 13-летний ученик Московской среднеспециальной музыкальной школы имени Гнесиных, давал концерт в Брестской областной филармонии. В программе произведения Шопена, Мендельсона, Рахманинова, Прокофьева, Моцарта. Молодой виртуозный исполнитель чаровал зрителей своей игрой, раскрывая каждую композицию во всей ее красе и глубине. Впечатления, конечно, потрясающие, потому что я сама имею некоторое отношение к музыке. Я работаю во второй музыкальной школе нашего города Бреста и посещаю достаточное количество концертов, но, наверное, уже не могу припомнить в данной ситуации, чтобы это было такое восхищение, чтобы это было такое дарование. Дарование наряду с художественной такой одаренностью, очень большая, высокая техническая оснащенность, очень впечатление просто потрясающее. И, конечно, дай бог этому мальчику дальнейших творческих успехов, и чтобы все у него складывалось, и чтобы он внес свой вклад в развитие нашей культуры, поэтому это очень приятно. Я считаю, что этот концерт – это просто подарок для нашего города. Со всех концов зала звучал один и тот же немой вопрос – как можно в 13 лет так чувствовать музыку? Возможно, потому что я много образов видел, много путешествовал по стране, слушал много музыки классической. Начал свое музыкальное образование Лев Бакиров с 5 лет в Пермской хоровой капелле «Мальчиков». В 7 сел за фортепиано, а в 8 уже дал свой первый сольный концерт. Сейчас он обучается в Гнесинке, в классе заслуженного артиста России Бориса Березовского. Кроме музыки, Лев также серьезно увлекается шахматами, рисованием, ведь талантливый человек талантлив во всем. Фильмы смотреть советские, ну, что еще? Слушать, ну, часто слушать музыку какую-то классическую, потом кубик-кубик собирать умею. Ну, что еще? Бадминтон. Бадминтон играет? Ну, в принципе, да, нам, как родителям, надо проследить вовремя. Лев спать, поел, потому что, как правило, такие там одаренные талантливые дети, они не чувствуют границы времени. Если они чем-то увлечены, они остановить себя не могут. Ну, вот остается за этим следить. Мама музыканта очень бережно относится к выбору сына – музыки. Ведь Евгения точно знает, что такой талант – это уникальность, которую важно развивать дальше, поощряет его увлечение, но и не забывает о режиме, который так важен в его возрасте. Любая мама почувствует, если, ну, вот ребенок действительно в чем-то заинтересован, да, это видно и понятно. Ведь он не считает ни минут, ни секунд, ни часов вообще, когда он там за любимым инструментом или сидит, не знаю, играет в шахматы, там их переставляет. Вот, и поэтому, в принципе, это несложно. Не ставить собственные амбиции или свои желания, чем бы ты хотел в детстве заниматься. Понимать, что человек будет выбирать ту профессию, то занятие, с которым он будет шагать по жизни от начала до конца. Планы на жизнь у Льва амбициозные, даже грандиозные. Но это и понятно, ведь с таким талантом все двери и возможности открыты. Хотелось бы иметь большой репертуар и сольный, и с оркестром, потом побывать в Кардаги Холле, наверное, ну, это моя мечта. Молодой пианист-виртуоз несомненно завоевал сердца зрителей своим блестящим выступлением. Овации и букеты цветов стали заслуженной наградой за этот великолепный музыкальный вечер, который оставит незабываемые впечатления в сердцах всех присутствующих. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.